Всем привет-привет! Это уже третья попытка записать видео. Я сейчас нахожусь на пляже Лок-Видис. Точнее, только-только начала туда идти. Сегодня у нас 16 августа 2017 года. В принципе, я давно хотела этот пляж показать. И вот наконец-то со здоровьем у меня все в порядке. Я могу вам, так сказать, показать свой маршрут. Может быть, это будет отличаться от того, что делает Юра. Но я не претендую на его роль. Поэтому, если кому-то будет интересно, полезно, поставьте лайк. Не забываем подписываться на Юру. Сразу скажу, что я без стабилизатора, без микрофона. Да и качество будет совсем другое, потому что я снимаю на свой телефон айпан. Сразу тысячи хейтеров. Мне это не смущает. Мы идем по аллее. Здесь очень прикольно тем, что солнце практически не попадает. Вот. Здесь уже не была почти месяц. В принципе, ничего не поменялось. Все те же палатки. Здесь, как и в прошлый раз, немного. Чем мне и нравится это место. То есть сюда можно доехать на 128 маршрутке. Это практически конечная 128 маршрута. Вот. И попадешь всегда на пустой пляж. Я не знаю, конечно, как здесь вечером. Но вот в 5 часов вечера, когда все идут на море, здесь немноголюдно. То есть даже на Юран пляж, когда идешь на этот пляж Кавказ, никто людей больше, чем здесь. Лок Витязь. Лок Витязь. Еще и один из самых широких пляжей Витязева. И так как он удален от центра, можно сказать, уже практически в конце Витязева. Здесь чище. Людей меньше. Ну, как небольшая альтернатива. Тот, кто не хочет ехать в сторону Анапы, может поехать в сторону конца Витязева. Руки трясутся. Немножко даже скучаю по стабилизатору, с которым не могла дать ладу. Сейчас покажу вам сбоку замечательный ресторан. Даже могу попозже сказать его название, потому что до сих пор не помню. Сейчас надпись будет. Меня вообще само здание радует. Безумно красиво. И наверняка это еще и помимо ресторана гостевой дом или база отдыха, потому что сзади я вижу тоже крыши домов. Можно, наверное, увеличить на ладу. В таком же красном стиле, как и сам ресторан. По-моему, называется Сабула или Сабуло. Честно, я не могу знать, как правильно ударение ставится. Наверное, местные жители меня бы сейчас поправили. Вот сбоку у нас постройки начинаются. Вообще, этот отель строился еще и в прошлом году, но если мне не изменяет память. Почему-то стройка... Почему-то стройка... Такое время, неважно, утром или вечером, идете в тени. Что немаловажно, если вы с детьми, например, или устали от дороги в маршрутке. Это незаменимо. Солнышко очень-очень сильно слепит. Я в очках. Здесь плетут косички. Тоже бедные люди в Ажаре работают. Хвойные деревья повсюду. Тоже как символ Витязева. Если где-то есть пески, значит, надо искать хвойные деревья. Пустарники. Вот я заметила, что почти все пляжи сейчас оборудованы деревянными настилами. Этот пляж не исключение. Мы идем на пляж, все идут с пляжа. В принципе, если будет возможность, я даже искупаюсь. Не охота разуваться, поэтому... Пойду по деревянному настилу. Как Юра меня учил, надо смотреть, что ты снимаешь. Но если я буду смотреть только то, что я снимаю, я обязательно тут упаду, потому что настил неровный. Он даже уже выливается. Надо переступать. Нет, ну вот реально один из лучших пляжей. Чисто лично по моему мнению. Как бы вы сейчас увидите, потом... И сами поймите решение, где вам лично отдыхать. Но если вы где-то будете недавно находиться, обязательно придите сюда и... Оцените своими глазами. Пока поднялась на бархан, уже даже задохнуться чуть-чуть успела. Вот оно. Лорюшка. Красота. Ой, вообще, я... Вы просто не представляете, что я вижу. Айфон, к сожалению, не Samsung Galaxy S7. Передать всей красоты он не может. Да еще и стабилизатора нет, и микрофона. Здесь пороженые, коктейли. И даже небольшой бар. В принципе, наверное, как и на любом пляже. Только, наверное, вы уже успели заметить, что здесь людей нету. Пляж огромный. Ну, естественно, на территорию прямо мы не пойдем. Мы его возьмем немножко правее. Вот у микроцикла стоят. Опять кругов 400 рублей. Изаравы привет передавать будете? Привет, привет. Не знаю, Азаровский, Юра, слышали, может быть? Снимает видео. Я просто решила на Локс ездить, посмотреть. Вообще, мне пляж нравится очень сильно. Обязательно. Всего доброго. Неужели я передаю приветы? Кайф, просто кайф. Я не описываю, а Юра, я теперь тоже передаю приветы. Вот, ребята, молодцы. Так я так и не сказала. 10 кругов 600 рублей и 5 кругов 400 рублей. Так что, если кому-то интересна цена покататься на квадроциклах, можете обращаться сюда. Вот здесь. Собственный дорожный пляж территории Локовитези. Ну, здесь, наверное, скоро раздуваться придется уже. Деревянный настил закончился. Начались типичные барханы. Просто вы видите эту территорию. Огромную территорию, и она пустая. Нет людей. Нет людей, конечно, есть. Но я утрирована по сравнению с другими пляжами. Даже с тем же самым любимым пляжем, пляжем Кавказа. То есть, ну, вы видите сами, какая большая территория. Как мало людей. Так же коробка. Пассативный пост. Вот, я даже не видела, что, оказывается, пальцем все прикрыла. Да простит меня Юра на YouTube. В принципе, Юра, если тебе видео совсем не понравится, можешь его удалить. Что-то захотелось мне почему-то именно сюда сегодня приехать. Не, ну, конечно, на облоге, видите, я вижу, что людей достаточно. Люди принимают солнечные ванны на шезлонгах. Слушают музыку релаксирующую. Здесь ребята играют в пуляжный волейбол. Ну, вообще, здесь атмосферно, на самом деле. Жалко, конечно, что лягушки нету с собой. Я по дороге там замерила, но, походу, сегодня градусником будут опять мои ноги. Кайф. И нет слов. Ух ты, тут даже волны. Вот я, кстати, не знаю, сейчас на Кавказе есть волны или нет. В принципе, у Юры потом можно будет узнать, спросить. Возможно, даже и прямой эфир он там запустит. Что мне так хочется с лягушкой ужинать, потому что я могу сказать, что температура 25-27, а она может быть вообще 20. Это не хочу обманывать. Не, ну согласитесь, по сравнению с Княшем, у Кавказа нет больше территории и людей меньше. Так же прокатка тамаранов, банан, блины, таблетки. Даже миленькие червочки. Плохо, что без микрофона. Ветер, наверное, задувает и волны шумят. Кайф. Просто кайф. Я даже заходить далеко не хочу, потому что просто хочется погрешать. Кто-то возвращается к тамаранах. И все. Уже обрежу. И попробую. И тестирую уже воду. То есть вот она вся дорога от остановки до пляжа и занимает больше 10 минут. Это вот чисто серьезно. Я бы при вас ушла снимала. Вода на самом деле не то чтобы прохладная, но она освежающая. По такой-то жаре просто кайф. Как эту лодочку шатает, я не могу. Сейчас даже вели. Какие волны. Мне кажется, температура воды где-то градусов 24-25. Но по такой жаре она реально освежает. Класс. В принципе, наверное, видео можно заканчивать. Сами видите, сколько здесь людей. Какое море. Кстати, не грязное море почему-то. По юранному утреннему видео за сегодняшнее число на Кавказе. Я видела, что там грязи. Здесь вы сами видите, нет ничего. Классные, шикарные волны. Штормит.